Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 680. События дня. Экклесиаста 7.26. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею за 23 октября 2017 года. Дмитрий Лемеш о книге Библии и Синодального перевода. Я когда-то говорил, он нашел это вот за 23 марта 2013 года. Пишет, все эти ролики цепляют до глубины души. Вы очень щедро сеете. Очень. На поколение вперед. Сегодня смотрел его интервью. Как я вижу эту ситуацию, тут так же, как и с Дмитрием Монтео. Все ради показухи. Все. Вы очень метко дали обратную связь в свое время про его Божью боль. А сейчас из-за этой Матильды некоторые поклонскую стали считать истинной и православной христианкой, отстаивающей христианские ценности. Вот из-за этого обидно только. Поклонская женщина целиком и полностью пропитана этим миром. Очень хочу ошибаться. Игнатий Тихонович, подскажите, пожалуйста, по какому принципу нужно вести личный дневник? Несколько лет назад пытался, но ничего не получилось. Все естество старалось изобразить себя в лучшем виде, чем есть на самом деле. Ну, ответ какой? Я вот дневник веду, наверное, больше уже 60 лет. Как помню, первые дневники у меня сохранились, учился в пятом классе. Все записывал, какая погода, потом сравнивал. А вот самоанализ делать, вот о чем говорите здесь, этого совсем нет. А именно, что делал, чем день был занят. Какие были чувства. А вот я лучше стал или хуже, или о себе написать хорошо. Я понимал, это рано или поздно кому-то попадет в руки. И потом будешь только думать, а может и не надо было это написать. Я веду дневник, но очень кратко. Что было именно о событиях. А подробно, подробно я писал когда письма. У меня писем было в год примерно 1200 писем. В среднем. Вот в письмах, там я подробно все писал, печатал. Печатано это в нескольких, до семи экземпляров, и кому-то рассылал. А потом переплеталось целые книги. Это 77 томов. Вот так. А вот так вот говорить, о том, что какие-то предведения делать в дневнике, каждый день сидеть записывать, о себе, этого у меня не было. А теперь, а теперь вот события дня, это же дневник. Что было, как, и отзывы какие, которые мне пишут, которые я им пишу. Вот это и дневник, теперь дневник у меня в другом варианте. А так вот, что он сидел, Гальдер, генерал, написал так-то. Вот Гитлер, или кто делал записку, так-то где-то, дневник. Переписка, это тоже дневник, события какие были. Я послал, файл сделал, 3467 проповедей в стихах, это стихи я так называю, Лапкина, Игнатия, Игла, одним файлом. В 4147 страниц. Вот, ну, при 100%, 18, кажется, шрифт, вот столько. Это на одной странице у меня в книге 42 строчки. Из них 36 стихотворения, или проповедь в стихах я называю, 9 куплетов по 4 строчки, 36. И эпиграф, между эпиграфом, чтобы была одна строчка отделяла, пустая, видно было, не занятая. И у меня получается по 800 страниц, 8 и 4, 36, вот 300, 3600 страниц. Вот эти 3467 стихотворения с эпиграфами из Библии. Они у меня уже сформатированы, надо пейджмейкер только программу иметь. На нашем сайте эти стихи есть. Все. Я могу даже сейчас показать, вот толкну, где они есть. Вот, стихи, вот видите, библейский, православный библейский сайт, стихи. Вот я нажал, сейчас показываются тексты стихов скачать. Их поет Виктор Савченко. Список стихов из книги «Открытый умоком». С первого по тридцатый том, а тамов-то 33. Не все аудиостихи Лапкина, то есть для скачивания. 270 аудиостихов. Проповедь в стихах. Том 1, 2, 3, 4. А это в Ворде, это же самое. Проповедь в стихах. 1, 2, 3, 4. По 800 страниц. И вот. Вот это вот проповедь в один файл. Это очень легко тогда искать, ну, заряжать что-то. Какое-то слово ищешь, и какое стихотворение найти. И вчера я стал рассылать. И очень удобно в скайпе посылается. А в моем мире, я не знаю, кто не подскажите, как это сделать. Вот, допустим, я какому-то хочу человеку послать. А, ну, 4 тысячи страниц. Ну, понятно, что это невозможно. Никак. Там определенное число букв. 4 тысячи 147 страниц. Ади пишет тут, что это же ой-ой-ой, как написал, сколько. Так это больше, чем Пушкин и Лермонтов, наверное. Ну, никто не знает, поясню. Это больше, чем вместе взятые. Так еще, только стихи-то какие у них по одному куплету. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок. Так это больше. Каждая строчка занята. Да мало того, на каждой строчке еще и ссылка на священное писание. Конечно, это за 9 лет написано примерно так, в основном. Ксения Юрова. Дорогой Игнатий Тихонович, спаси Христос за ценные материалы. Что бы вы посоветовали ответить православному священнику, знающему греческий, переводящему писание с греческих оригиналов и использующими свои переводы в проповеди? Конечно, догматически различий у него нету, но мы ведь помним притча, 30 глав, 6 стих. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обречил тебя, и ты не оказался лжецом, если это соблазнение малых сих». Марка 9, 42. Слава Иисусу Христу! Марка 9, 42. «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня? Там лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Отвечаясь, и на дальний перевод Святой Библии – самый наилучший за всю мировую историю. Ни слова не менять, и свои микроскопические знания и языков пусть попысь прячут подальше, пусть не позорятся и пусть не отвращают людей от Святой Библии – синодального перевода 1876 года». Вот мне пишут, что я сюда вставляю эту переписку. Это тоже самый дневник. Много рассуждает. Я, кстати, вчера показал Библию. Сейчас не знаю, здесь найду я, где Библия-то тут. Статистика Библии. Вот. Вот показать даже. Новые переводы Библии искажают Писание. Работа отправлена на Мадерас. Это дальше. Вот стихи Матфея, 17, 21. «Сей же роды сгоняется только молитвой и постом». Современный перевод. Стих отсутствует. То есть, комментарий. «Устранен метод изгнания бесов». Ну, непонятно ли, что сатана этого все делает, это перевод это. Дальше. Матфея, 18, 11. «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Стих отсутствует. «Причина прихода Иисуса Христа за погибшими». Комментарий. Ну, и дальше. Матфея, 21, 44. Стих отсутствует. 23, 14. Марка, 7, 16. 9, 44. 9, 46. Марка, 11, 26. 15, 28. Это все стихи отсутствуют. Дещеря не умирает, огонь не угасает. Эти места все выкинули. Ну, явно видно, что дьявол, он боится этого, ему наказание какое. Я сейчас вот проведу, просто посмотреть стихи. Эти какие разборы здесь. Современный перевод. Луки, 17, 36. Вот. И вот сколько отсутствует деяния. Можно тормознуть и посмотреть. Я просто так прокручу, чтобы было видно. Современный перевод. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Отсутствует. Римлянам 16, 25, 27 стихи отсутствует. Отсутствует в это. А они пишут. Вас дадим славу тут единому. Ну, и вот так вот. Так это я что тут показываю? Теперь быстро проверну. Смотрите, сколько. Это все. Статус всякий дух, который не признает Иисуса, не от Бога. Пришедшего во плоти выкинули. Видите, как все это сделано? Это новые переводы. Это уже даже показать только что. Огромное-огромное число порчи. Полностью переделано. Как вы думаете, зачем были вырезаны имя Иисуса Христа упоминанием триединства Бога? Искажены пророчества о Христе. Из Ветхого Завета внесены другие знамения. Ну, и дальше. Откровение 18, 19. В немчатствах и бесплодных делах тьмы. Вот видите, как это не все. Библия еще тут есть. Ну, ладно. Ну, а тут Михаил Скоротовский. Пишет, я просто тормозить буду, не буду считать. Ну, я вот это. Спасибо. 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 Нет. вопрос 2009 8 том открытым оком христос царство небесное уподоблял ли иночеству удалению из мира и молчальничеству ну и вот ответ я даем ответ 13 31 царство небесное подобно и вот какие места писания тоже тормозить и показать подобно 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 2 3 4 5 вот 6 7 уподоблено 8 9 10 взял 10 мест которые написано к чему подобно царство небесное другие евангелисты еще четыре же повторяют эти причины все они говорят одно и то же что человек должен уверовать во христа и нести благую весть сеять умножать износить из сердца старое новое ибо вера от слышания слова божия а не от мощей не от иночества не от монастырей не от икон и прочих чудес от слышания вот дальше приводится места римлянам 10 17 и дальше только согласно этих мест писания все иночество продолжение 2000 лет загонявшие людей в молчальничество и под землю в леса и в горы морившие доверившиеся ему тяжкими бременами неудобоносимыми только за нарушение этих слов уже безответным предстанет перед вечным судьей конечно если верить что христос не изменит своих слов написанных в библии но евреям 13 8 христос вчера и сегодня и вовеки тот же исаи 45 23 мною клянусь из уст моих исходит правда слова неизменное что передо мной преклонится всякое колено если бы христа на земле никогда не было и не было евангелия тогда можно было бы составить новые причины писать царство небесно подобно откалиброванной и дезинфицированной пшеницы которые собрали в крепкую жительницу некие подобные ангелам люди но ангел эти всегда в черном одеянии плотно закрывшие эту пшеницу в жительницу не севшие ее и не давшие плода еще царство небесное подобно чемпионам который умеет лазить по скалам жить подземельях панически бояться женщин объявившие молчание высшей формой общения между людьми еще но это если а монашество бы христос сказать должен был так бы или еще царство небесное подобно скупым хозяевам которые зарывают землю все что у них есть жемчужину и зерно которые поставили себе задачу добровольно запечатать уши и не слышать воплю погибающих не идти к ним и не указывать путь спасения кто отказался от сна от еды от питья и от жилища отдал себя на мучение добровольно и на сидение комарам и другим насекомым и гадам кто не моется в бане кто не лечится у врачей кто бежит из семьи от жены от невесты от мужа от детей и от родителей бросая их на произвол судьбы еще царство небесное подобно не любящим библии на любящим сны и видения виденные в легком сне кто ищет благоухание от мощи от видений предсказаний и очень искусно умеет выискивать в словах и речах других людей еретическое и за это предавать их анафеме кто провозглашает иночество монашество высшей формой спасение угождение богу царство небесное подобно царство небесное подобно вот эти слова то я взял ну их нельзя как у меня тут выделяется курсивом я их не могу сделать царство небесное подобно вот так тогда бы такие надо притчи было составить сава сербский 12 января кавычки в атопету стремились даже из самых глухих недоступных стремнин и пещер никогда не выходившие из своих убежищ подвижники и молчальники желая насладиться чудным и необычным зрелищем пришествие на их гору подвязаться вместе с ними этих двух царственных иноков старый симеон ослабленный болезнями желая однако слышать церковную службу пристроил со стороны алтаря главного храма благовещения келью с окном в алтарь и через сие окно видел и слушал ежедневно церковное богослужение то есть вот на что шли храму пристроить прорезать все может царь снабжение с семьи он ее роде 21 июля потом обратился янг симеону что теперь будем делать брат куда пойдем семеон отвечал пойдем направо потому что все что правое то хорошо немного времени спустя враг наших душ дьявол не стерпев богу угодного житья рабов христовых начал войну против них и она увлагая воспоминания жене и отце а семеона любовь к матери любовь матери от сатаны у них считаются вот что такое иношество тф дословно беру до буковки они же когда видели друг друга печальными точно сговорили друг другу стань брат помолимся вместе владыки нашему иисусу христу да сохранит нас от вражеских козней молитвами святого старца нашего никона вот никона каждый себе находит и по никону живут и когда молились они скоро приходила к ним помощь божия отражающий от них вражеские наветы из этого видения понял ян что умерла моя жена его и вместе с матерью симеона поселилась вместе праведных и сильно возрадовался вот все это все куда кто что до суда божий все знают они где кто после смерти с этого времени оба стали беспечально и пробыли в пустыне живя вместе претерпевая всякие злострадания 29 лет мужественно борясь невидимыми врагами и по божьей благодати побеждая их и прогоняя и сайя 55 3 это я уже пишу преклоните ухо ваше придите ко мне послушайте и жива будет душа ваша и неизменная милости обещанный давиду не проходимец я хотя уже прошел назначено истощил ресурс уже не все проварит мой котел в изысканном язык поймет ли вкус шагал и плыл и прыгал как блоха когда на пятки власти наступали из океана черпалась уха в горах не раз по стелю были скалы прошел как смог помог мне в этом бог без крестного знамения не ложился старался всюду получить урок не мухлевал вытягивая жилы хотя не портит вроде борозды конь старый но конечно же не кляща не растонул недавно вновь простыл и обо мне как слышал тюрьмы плачут от прошлого и рад бы отрекаться в чем поползнулся ко греху не раз но слышал не отчаивайся кайся тушил слезой болезненную страсть велик тот день благословен да будет когда услышал слово о христе в сияющие праздники все будни насыщенность в молитве и посте благословен тот дом на берегу где плоть и дух согласие склонились а что было за жизнь не пожелаю врагу козлиные шатание по горам и дикость непроходимец странник пилигрим доверия к себе не мог я вызвать но в дом чужой вошел из библии сидим и вместе вместо робы получаю ризы благословенный дланью христа он вынес выхватил из ужаса воронки на берегу морском не сосчитать песка так милости его что насчитал на пленке 24 сентября 2003 года матфея 11 28 30 придите ко мне все труждающиеся обремененные я успокою вас возьмите иго моё на себя и научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердце найдете покой душам вашим ибо 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 иго мое благо и бремя мое легкое вот ну можно было еще сегодня насчитать сказать что у нас было считать вопросы ну день один сижу дома погода простая звонит вчера галя загуляева так и так надо зайти в храм там юбки взять девчонкам где-то они там выступают музыкальные не танцоры юбки я бы заходить то нельзя у нас правила есть но я должен какое-то дело найти да сегодня вот как раз двадцать четвертое найдет муха должна прийти там у меня на полке на одно и другое разобрать документы какие нужны не нужны задержать вот ну я тогда я за документами как бы зайду а ты тогда заходи и бери а что да вот сказали там а там выступать в штанах брюках а я сказал девочки мои не будут так уже большие они ну тогда которая там руководить всем говорит если в юбках чтоб юбки были до полу а не просто так он говорит конечно юбки длинные у нас церковные это событие вот дома жду когда Володя с работы придет благодарю Бога дома то есть сейчас можно семикратно в день быть на молитве это один раз три святое сто поклонов а когда работали потеряю невыполнимо было туда-сюда туда-сюда и и показать наши ресурсы тот мой мир как в моем мире подскажите мне раньше было можно было фотографии рассылать всем сразу а сейчас как я могу это сделать или нет фотографии посылать или письмо какое на всеху но у меня тут в друзьях то ни один ни два а четыре тысячи триста пятьдесят пять раньше в Москве можно было фотографии двадцать одна тысяча вот дальше это ленточный вариант нашего форума форум большой тысяча шестьсот тем 2816 день ну и вот дальше у нас православный православный видеоканал открытым оком во свете библии вот он сегодня тоже пораньше был поставил ночью уже двести семьдесят просмотров пять часов я ночью в час дня еще не было первый час был я встал и все сделал и тогда прилег опять ну и во свете библии большой библейский православный сайт огромный просто четыре тысячи сто двадцать четыре ответа по темам показывал кто-то стиха где ну больше ничего как будто бы и нету на этом сегодня хватит пока пока пока